Ошибочно обвиненный мужчина простил своего обвинителя. Достаточно редкие случаи, когда несправедливо обвиненный человек получает возможность встретиться лицом к лицу со своим обвинителем. Именно это и произошло с 57-летним Рикки Джексоном. В 1975 году Джексон и двое его друзей были арестованы за убийство инкассатора в бокалейной лавке в город Кливленд, штат Огайо. Джексон и Квами Аджаму были приговорены к 39-му годам тюремного заключения до досрочного освобождения в 2014 году. Обвинение строилось на показаниях 12-летнего Эдди Вернона, который стал свидетелем преступления. Однако, как выяснилось позже, мальчик дал неправильные показания. С самого начала они знали, что я ничего не видел, все знали, что это неправда. И на протяжении стольких лет я жил с этим позором, с этой ужасной виной, желая избавиться от тяжкого бремени и очистить свою совесть. Вернон взрослел, и чувство вины давило на него все больше и больше. В конце концов, он рассказал священнику во время исповедания, что солгал полиции, прокурору и присяжным. То, что вначале выглядело как попытка угодить обществу и властям, вылилось в трагедию, сломавшую судьбы двоих человек. Эдди также заявил, что представители власти оказывали на него давление и заставили дать подготовленные показания, включая точное количество нападавших, тип оружия и модель автомобиля, на котором злоумышленники скрылись с места преступления. Священник убедил Вернона обратиться в полицию и рассказать правду. После пересмотра дела Джексон и Аджаму были освобождены, третьего заключенного, Уайли Бриджмена, освободили в 2003 году. В 2014 году состоялась встреча Рики Джексона и Эдди Вернона. Вернон был ошеломлен, когда из уст Джексон он не услышал ни единого злого слова или упрека, только прощения и понимания. Джексон обнял Эдди со словами, все в порядке, парень, ведь мы оба жертвы. Все хорошо, я тебя прощаю. Я здесь для того, чтобы сказать тебе это. Джексон признал, что ему было нелегко, много лет я всем сердцем ненавидел его за это. Но я знал, что прощение необходимо, ведь только так я мог навсегда забыть о своей прежней жизни и начать все с чистого листа. Подпишись на мой канал и будь всегда в курсе всех событий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok